Гости. Мы сегодня пели песню Павла Плохотина, он из этого города, это пастор из Днепропетровска, который приезжал к нам, проводил семинар отцовской любви. Это был очень сильный такой семинар, мы очень любим этого пастора, мы до сих пор находимся в постоянной какой-то такой переписке, поддерживаем друг друга молитвенно. И сегодня к нам из этого города, из города Днепропетровска, приехал проповедник, я хочу сегодня ему предоставить слово. Давайте мы поприветствуем брата Эдуарда, который приехал к нам из Днепропетровска. Слава Господу. Мы в то воскресенье были у вас, сами родом из Донецка, со мной приехал еще брат. Поближе. Приехал брат со мной тоже из церкви Днепропетровской. Получилось так, что в 2014 году я с семьей выехал в Днепропетровск, нас семья приняла, у нас начались военные действия. И слава Богу братьям, что приняли, позаботились. Я сейчас, знаете, услышал закон, который хотят принять, и такая печальная на душе, скажем, нота такая. Я вот вспоминаю, как у нас начинались военные действия, и сразу же чувствуется, когда человек начинает быть испытан. Я приехал сюда уже не первый раз здесь. Я вот смотрю, когда вот всегда все хорошо, всегда мир, когда мы имеем служение, мы вот, знаете, как открыто действуем, но когда приходят испытания, когда приходят испытания, вот здесь будет проверка, и Господь говорит, испытаю каждого. Я испытаю каждого. Ну, я немножко так о себе скажу. У меня, скажем, шесть детей. Один в миру был, ребенок остался от брака первого, а так пять детей. Мы с женой живем старшему 21, младшему 2,5. Это так возрастную, эту самую группу говорю. Бог так дал мне такую возможность. Я в свое время начинал, когда-то не хотел работать в такси в Донецке, да, и меня Бог так направил работать в такси, и так благословил, что 70% людей я проповедовал людям в такси, и практически были люди, когда выходились и каялись с машины. Слава Господу. Есть у меня свидетельство такое. Одно из моих серьезных свидетельств жизни, моя встреча с Господом. Ну, я, как и многие, скажем, у меня нормальная интеллигентная семья в свое время рос, но коснулся вот этих дворовых дел, как в прошлом служении брат свидетельствовал, так и как бы меня на жизнь немножко не обошла там из-за желания, скажем, что-то большего, лидерства, еще чего-то. Однажды, в 2004 году, до этого я уже имел покаяние, я уже с Господом был, скажем, но я не мог ему еще служить полной силой. У меня были проблемы там и с законом, и разные моменты. Я занимался металлоломом, и в 2004 году я чувствовал, как бы надо мной надвисла угроза, и очень сильная угроза. Скажем, я причину этой угрозы не знал, но за мной начались слежки, и, скажем, следили за мной, я следил за ними. Вот. Ну, в конечном итоге, в конечном итоге, в 2004 году меня убили. Вот. Я на какое-то время очнулся в больнице, я думал, это сон со мной происходит, в таком состоянии, в котором я был. Мало что осознаешь, понимаешь, что какой-то сон, ты хочешь проснуться, но проснуться ты не можешь, потому что ты лежишь под действием наркотиков. Нашли меня люди. Я, скажем, этой ночью хотел, я же было такое, свободно не мог передвигаться. Этой ночью каким-то образом все-таки меня просчитали. Нашли люди меня, говорят, ехали одна пара, я так и не узнал эту пару, кто что за пара. Она возле обочины лежала, говорит, мы не поняли, окровавленная рука, это мне передавали люди, в окровавленной руке бутылка была, пластиковая. Они остановились, вызвали скорую. Скорая приехала, смотрит там сплошное мясо. Вот. Давление 0 на 70, я, правда, не знаю, как это по медицине, там какое-то давление. Вот. Ближайшее в таком состоянии можно было только привезти в Донецк, потому что ни одна больница бы не приняла. Они привезли меня в Донецк. На какое-то время я пришел в сознание, я этого не помню, это мне рассказывали. Я назвал два телефона. Один телефон сестры, один телефон дома молитвы. Я его никогда не знал. Вот. И я этого тоже не помню. На какое-то время я пытался прийти в реанимации, как бы в себя очнуться, то есть выйти из этого сна. Но у меня не получалось. Не получалось. В дальнейшем, когда мне уже рассказывали, я этого не знал, как боролись за мою жизнь. Значит, самая важная борьба, это было по всем церквям, которые были, и братья, и за границей. Была передана молитва, чтобы за меня молились. Благодаря этой молитве, молитве я остался жив. Ну, чтобы было понятно, что происходило, врачи говорили, что травмы несовместимы с жизнью. Лица как такового нет, голова проломана, переломана. Нога, рука разрезаны, разорваны. Я вспомню, ну, как я вспоминаю, смутно, это были пытки. Вот. И когда-то один человек говорит, вот у нас там с военных действий тоже пытали, говорит, не каждый выдерживает. И я говорю, я человека не сдал. Я каким-то образом еще пришел в себя, сказал, чтобы предупредили человека. Вот. Но только Бог мне дал эти силы, чтобы я не слышал эту боль, которая была. Живого места на мне не было. Врачи, которые сразу подошли, сказали так, говорит, мы ничего сделать ему не можем. Включили штучное дыхание. Жене разрешили зайти в реанимацию. То есть, говорят, он умирает. Тело осунулось, глаз висит. Вот. И, говорит, не надо, там осталось буквально, говорит, мы уже у нас сейчас будем. И вот здесь у меня была встреча с Господом. Знаете, когда человек умирает, он ощущает и понимает все. Я понимал, что все. И вот, знаете, темнота такая стала заслонять. Меня неведомая сила втянула. Вот такое белое пятно немножко, но развод такой имела, как дымка такая. Я понял, и все, я мертв. Я говорю, Господи, я ничего не успел оставить своим детям. В этот момент душа вышла из тела, дух, совесть. Совесть она обличала, было больно очень, духовно все. Я говорю, Господи, я ничего не успел оставить своим детям. И такой голос. Да, ты ничего не успел оставить своим детям, но ты не бойся, ты будешь жить. Это была ровно неделя, это мне рассказывали, я не знал. И мгновенно душа вошла в тело, все стало на свои места. Я вошел в это белое пятно, которое было, это была жизнь. И надо мной врач, в очках хирург Кирсанов, талантливейший человек такой, говорит, ты наш, я ваш. Это была первая операция, которая была сделана. Потом были еще, еще операции. И в дальнейшем, когда меня перевели в палату, до этого там ко мне пытались в реанимацию ворваться, тулись под видом милиции, я не знаю. Видно, добить меня хотели. Может не добить, был маяк там в палату, но я же понимаю, что я ничего не могу сделать, а левая сторона все вылезали полностью. Практически недвижимы. Вот, я говорю, Господи, была моя мысль, там, вот если бы какой-то ножик или пистолет, там, еще чего-то там, ну, ты не в силе ничего сделать, ты никакой, ты лежишь просто-напросто. Я говорю, Господи, не на сего ли твоя, если ты мне дал жизнь, никто не сможет пресечь этому или помешать. Я ничего не буду бояться, вот просто не буду бояться. Естественно, дело мое даже исчезло с больницы первоначально. Вот, много моментов было, там, таких сложностей, и приехал ко мне пастырь и говорит, слушай, ну, как твое отношение к Богу? Вот как, говорит, ты после всего этого? Я говорю, Володя, ты знаешь, я, слава Богу, я даже в какой-то мере благодарен людям этим. И вообще, что со мной произошло, потому что тот момент, когда человек попадает в какие-то испытания, еще дела, дьявол, он хитро, он подкатывает, он знает, как подъехать, сказать, рассказать. И я вспоминаю тот момент, когда иногда бывает, вера начинает колебаться, и я вспоминаю, говорит, Господи, Господь мне сказал, да, ты ничего не успел оставить с вами, ведь оно ты будешь жить. И я знаю, что он есть, слава Богу, ему. В дальнейшем, вот этот вот момент, который мне было несколько, потом тяжело, но, тем не менее, Бог меня поставил на ноги. Многие врачи мне пророчествовали, скажем, что вообще не встану. Даже если встану, я буду каким-то там, скажем, калекой. Вот, но Бог меня поставил на ноги. Слава Богу, скажем, я вот хожу, делаю. И потом еще мне дал два сына, маленьких таких, хороших. Слава Богу моему живому. Это одно из свидетельств, с которым я хотел поделиться. Почему вообще свидетельство важно в нашей жизни, почему надо делиться, говорить. Я иной раз сам бываю в те моменты, когда подходит дьявол и начинает тебя толкать. Вот у тебя не получится, вот так не будет. А когда смотришь в свидетельство, укрепляешься, и сам понимаешь, он же был с тобой, он тебя знает, а ты его знаешь. Дьявол отойдет меня. Слава ему, хвала. Я хотел поделиться еще одним свидетельством таким. До этого у меня тоже были проблемы, это же все. Ну, в конечном итоге я скажу, я ушел с металла, с этого. Я, как бы, так называли динозавры металлического движения. Вот. И Господь говорит, когда ты пришел ко мне, оставь, я не оставил. Мне надо было оставить. Я понимал, меня мучила совесть. Вообще-то было мучительно. Деньги идут, конечно. Там мой друг мне помог, скажем, у меня были проблемы, я ему помог. Ну, такое, рука руку моет. Вот. И Господь говорит, оставь. Ну, я не оставлял. Вот просто не оставлял, потому что уже накатанная система, и деньги идут. Но Господь испытал и испытывает. Ничего нечистого не войдет. Это дело было нечистое, надо было оставить сразу. А до этого такое свидетельство, которое в дальнейшем послужило там не только мне покаянием. Однажды я там жил в одном доме. Был в бегах, так называемый. Вот. И там одна дорога была, на которой только я ездил. Маленький трактор такой, китайский, в Сури. И приехал хозяин. Я говорю, Виктор Иванович, он говорит, давай с тобой воды наберу. Он там рядом воды хотел набрать. Там еще один сел человек сзади на машину. Машина копейка, Жигуль. И мы поехали по этой дороге. Ну, не ездили по этой дороге года... Не года, месяца два никто вообще. Потому что трактор у меня стоял без солярки. А до этого был такой случай. Я впервые уже в жизни узнал, как запах смерти. Она имеет этот запах. Появились люди. Маленький ребенок и один в камуфляже такой, там столок рядышком. Хозяин говорит, ты возьми его, чтобы он... Пойди, убери. Скажи, чтобы он здесь не ходил. Ну, я подошел спокойно, мирно. Я говорю, послушай. Я говорю, не ходите здесь, частная территория. Мне человек ответил так зло. Мол, что тебе здесь до этого, что мы здесь ходим? Я так, ну, я как бы всю жизнь спортом прозанимался. Зрение было развито очень сильно. И я с правой стороны смотрел туда. Там я уже увидел, что в зарослях человек стоит. Светлый волос такой. Прячется, наблюдает. Я понял, что идет непонятное вообще. Ветер как-то, вот, знаете, человек чувствует. Я почувствовал такой вот нехороший запах в воздухе. Какой-то запах смерти. Я думал, что-то не то. Я понимал, что рано или поздно, там, где я там нахожусь, все равно выйдут на меня. Ну, как-то все это разошлось, прошло, но тревога на душе осталась. Вот прошло где-то две недели, никто не ездил, приезжает этот человек, и мы садимся в машину и едем. Отъехали буквально, ну, сто метров от дома. Я не успел сообразить ничего. Получил удар, сильный удар в уши, темень непонятная. Мы наехали на мину на машине. Машина была взорвана. Стекол нет, двери открыты. Вот, и я вышел с машины с этой. Легкая контузия, не мог еще так понять, что произошло, потому что взрыв был очень сильный, мощный. Человек, который прибежал посмотреть, говорит, над лесом было около шести метров пламя. Вот, развеялось все. Машина оказалась десять метров от взрыва. Кое-как пришли в себя. Ну, самое интересное, она не заглухла, она работала, эта машина. Заглушили машину, я ее потом трактором приехал, оттянул. Ну, сели мы так, знаете, как мирские обычно садятся, там алкоголь, молча причем, молча. Все признали, что это Господь Бог, потому что буквально там правильно было поставлено именно на трактор, чтобы меня размазать, потому что он ничем не закрытый. Буквально доля секунды вперед взрыв бы вошел бы в салон. Буквально взрыв бы вошел бы в салон. После этого, я так понимаю, что некоторые люди покаялись. Самое интересное, разные были проблемы, это я потом еще узнал, что люди, с которыми я имел конфликты, один из них тоже покаялся, который преследовал меня, один из них людей, очень серьезный человек, который покаялся. Сейчас брат у нас, с ним нормальные отношения. Знаете, вот интересно, человек искал мои погибели, скажем, участвовал даже в том, что меня один раз вывезли, хотели убить. Вот, и тоже такое свидетельство сразу, я буквально уже буду заканчивать. Но хотелось бы поделиться, когда Бог проявляет свою милость, когда человек связанный с руками, руки связанные за спиной, с кешьем, и плюс еще кожаный ремень, ноги также, забитый причем. И когда в воздухе ты видишь слово «беги», оно состоит как из пары, оно так состоит, знаете, «беги», оно так раз, и так вниз ушло. И я руками просто раздавил этот скетч, я его вот так вот, свободно, знаете, как будто, ну, тесто, что ли, не знаю, с чем сравнить, раз, и все, я забрал, и я ушел. Вот, и один из этих людей, потом в дальнейшем мы так вот, когда я уже более все это прошло, все эти вещи, там у меня проблемы такие, скажем, эти были, последствия всех этих бизнесов и тому подобное. Вот, и мы встретились, он сдалека шел и улыбался, когда люди приходят к Господу, когда приходят к Господу, они становятся братьями. Вот у меня до сих пор на своих убийств злости так и нет, и не было. Я их давно простил. Но братья, допустим, которые уже сейчас братья, имели мы какие-то, у меня даже и в памяти нет каких-то там злобных дел. Это милость Божья, слава Ему и хвала. Я хотел бы, знаете, пожелать в Болгарии, вот прекрасная страна, я хотел бы пожелать, чтобы церковь маленькая, я хотел бы, чтобы она наполнилась здесь, не из-за того, что маленькая, да слава Богу, вот приятно, как в семье, когда мы сюда попали, ты понимаешь, что ты во Христе, и Господь здесь, и ты как к себе домой пришел. Ну, и хотел бы пожелать каждому благословения. Люди, ну раз спрашивают, что такое благословение, люди не совсем понимают, говорят часто, благослови. Благослови – это просто, это воля Божья. Я хотел бы, чтобы воля Божья проявилась в каждой жизни. И если где-то придет испытание или еще какое-то, чтобы Бог вас хранил и укрепил, а Ему слава и хвала. Аминь.